бывает очень часто когда маленькие по 25 по 30 метров скважины там на песок имеют отличную воду отличное количество и рядом же пробурены скважины по 200 метров которые просто ну жуткого качества вода и огромная стоимость скважины возникает вопрос зачем же надо было бурить такую глубокую да вообще по правильному с обращение возникновение задачи потом надо определить кто это будет исполнять определить как бы тех задания что исполнять как где то есть как происходит человек возникла проблема он ищет подрядчиков как искать подрядчиков ищет по сарафанному радио спрашивает знакомых смотрит если интернет смотрит точно внимательно убеждается что это реальный исполнитель такой совет что должно быть хотя бы две машины с одной машины работать очень тяжело и что-то если случается то все это практически банкротство то есть человек с одной машины работает как это . тире то есть он непредсказуем по срокам еще не неизвестно доживет он до следующей весны это очень плохо обычно дал надо проверить чтобы была база без базы работать тоже буровая организация без базы работать не может все это абсолютно точно должна быть база ремонтная должна быть хотя бы резерв техники две-три хотя бы вот машины лучше доехать посмотреть в каком состоянии самой фирмы исполнитель почему потому что в интернете в основном очень много спекулянтов то есть человек создает сайт пишет мы будем будем 20 лет там опыт огромный все лучше за его спиной нет ничего вообще ничего то есть если произойдет рекламация они достаточно часто в бурении бывают ошибки там бывают вообще всякие форс-мажоры до важна не работает надо ехать разбираться человек не может никого послать у него ничего нет он продал там за к небольшую комиссию заказ и все и вы остаетесь один на один со скважины там никто с вами заниматься не будет зачем сдались сайт в этот вот такие основные требования потом если выбрали поставим производителя работа так все исполнителя работ желательно значит даже не желательно обязательно чтобы на место бурения предполагаемого выехал инженер специалист выбрал с вами место бурения предполагаем посмотрел заезд техника залезает от камаз или зил на участок как какие требования есть что надо там убрать спилить какие что мешает и вы уже подъезжаете на подготовленном буровая уже подъезжает на подготовленные позиции все вы назначенный срок сидите ждете машина приехала разложилась начала бурение вот с чего начать соответственно предварительно должна быть полностью проведена подготовка геологическая какую мы скважину бурим какого типа на как из по каким с какими обсадными трубами какой техники большой маленький на пвх трубах на стали там на песок скважина артезианская все вам специалисты должны разъяснить и показать на пальцах на что вот вашем случае лучше вот так поступить бывает очень часто когда маленькие по 25 по 30 метров скважины там на песок имеют отличную воду отличное количество и рядом же пробурены скважины по 200 метров которые просто ну жуткого качества вода и огромная стоимость скважины возникает вопрос зачем же надо было бурить такую глубокую да то есть специалист по рекомендации в которую вы найдете должен вам разъяснить геологическую ситуацию подготовить вам точку вашу геологическую ситуацию на ваши на вашем участке там или на в на вашем предприятии подготовить решение нарисовать конструкцию заранее вы должны знать какие будут использованы трубы сколько чего посчитать стоимость вот этих работ и вы вызываете машину она исполняет то есть на этот момент у вас все 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 подготовлено до заезд подготовлен геология подготовлена химсостав похожий с каких-то ранее выполненных работ уже у вас должен на руках быть вы должны понимать какого качества вы воду получите поскольку потребуется желательно сразу посчитать сколько потребуется на обустройство потратить и сколько на хим водоочистку то есть задача комплексная лучше и отдавать в одни руки то есть не только бурение не надо разделять бурение обустройство скважины насосное оборудование хим водоочистку вот это вот разделять категорически нежелательно это должна одна организация чтобы одни руки чтобы не было так что рукава к рукавам вопросы есть нет карманом есть нет пуговицам тоже хорош пуговиц а все вместе она не женится такая же история деньги ошибка совершенное при бурении часто чтобы исправить например требуется огромные силы на последующих этапах и в насосах и в хим водоочистке то есть лучше доверить сразу одному человеку одной организации весь комплекс чтобы он целиком отвечал за чтобы не сваливали там буровики на насосников насосники на буровиков и так далее